Здравствуйте, меня зовут Александра Сергеевна Клеймёнова, я работаю учительницей в школе 12.42. И сегодня я бы хотела вам предложить материал о том, как можно подготовиться к монологическому высказыванию, которое присутствует в устной части по УГЭ. А каждый раз, когда мы начинаем только знакомиться с этим заданием, нам становится немножечко страшновато. Чтобы убрать это, давайте посмотрим, что у нас есть, и решим, какие нам нужно поставить перед собой задачи для успешного выполнения. Итак, что мы имеем? Нам страшно. Почему? Потому что задание не до конца понятно, потому что нам кажется, что мы знаем мало слов, и мы не уверены в знании грамматики. Отсюда четко вырисовываются задачи. Во-первых, нам нужно познакомиться с заданием в деталях. Во-вторых, нам надо научиться максимально использовать то, что мы имеем. И, конечно, стараться всегда расширить наш словарный запас и грамматические знания. Сегодняшний представленный мной вариант – это не полноценный ответ. Это лишь минимум, скажем так, скелет ответа, без которого задание нельзя считать выполненным. А задача учащихся уже состоит в том, чтобы максимально расширить представленную схему согласно своим способностям в рамках задания. Итак, что же такое задание по монологу? Для того, чтобы с ним поближе познакомиться, надо зайти в демо-версию ГИА, представленную сейчас на просторах интернета, поскольку мы все знаем, что формат экзамена в устной части в этом году изменился. Для успешного ответа самое главное, чтобы наш монолог включал в себя три части. Это вступление, далее основную часть, в которой мы раскроем три аспекта и используем средства логической связи, и заключение. Давайте по порядку разберем все части. Итак, вступление. Вступление удобно начинать со слов. Дальше нам продолжить вступление поможет само задание. Каждое задание начинается следующим образом. Дальше следует тема монолога и детали задания. Таким образом, один раз познакомившись и поняв, что у вас полторы минуты на подготовку и две минуты на говорение, второе предложение задания нам больше нет смысла прочитывать никогда. Однако, из первого задания мы уже получаем готовую формулировку вступления. Например, И дальше мы читаем тему из задания. Давайте проведем практическую тренировку. Итак, первое. You are going to give a talk about TV. Отсюда наше вступление. Now I would like to give a talk about TV. Сейчас вы увидите на экране следующее задание и попробуйте составить вступление самостоятельно. Давайте проверим. Now I would like to give a talk about healthy lifestyle. Уверена, что все вы справились. Следующая – это основная часть, где нужно использовать средства логической связи. Это такие фразы или слова, которые позволяют сделать наше высказывание плавным и логичным. Это As for me – что касается меня. Таким образом удобно вводить информацию о себе. Of course – это конечно. И так удобно говорить об очевидной информации. Словами I think или in my opinion удобно выражать свое мнение по любому вопросу, указанному в задании. И с помощью слова unfortunately удобно вводить информацию, которая не самая позитивная. Дальше каждый аспект задания я вам предлагаю раскрывать по определенному плану. Сначала давайте выясним, что такое аспект. Аспект – это всего лишь пункт задания. Каждый раз в задании их всего три, и каждый из них выделен жирной точкой. Итак, первое. Нужно внимательно прочитать данный аспект и по ключевым словам понять, о чем, собственно, хотят, чтобы вы сказали в этом задании. Дальше подобрать правильно средства логической связи. И следующий шаг – вам нужно правильно составить свое высказывание. Для этого нужно помнить жесткий порядок слов в предложении английского языка. Это подлежащее, сказуемое и только потом все остальное. И последняя часть – это заключение. Заключение, так же как и вступление, имеет определенные клише. В заключении удобно начинать со слов «finally» или «in conclusion» или «all in all». Все эти три фразы переводятся одинаково, просто в заключении. Поэтому здесь имеет смысл каждому выбрать ту фразу, которая ему удобнее произносить, легче запоминать. И каждый раз опираться на нее. Дальше удобно произнести определенные клише «I would like to say that». И подвести как бы логическое завершение всему вашему высказыванию. Это на примитивном уровне удобно сделать с помощью прилагательных. Самые распространенные прилагательные из практики – это «interesting», «great» и «useful». Фактически все экзаменационные темы можно поделить по этим трем прилагательным. Ну, мы с вами стали разбирать тему «TV» и тему «healthy lifestyle». Давайте попробуем именно их и распределить сейчас по этим трем прилагательным. О каких вариантах мы можем сказать «interesting»? Конечно же, это больше о «TV». О чем мы можем сказать «great»? Конечно, мы можем выразить это и о «TV», и о «healthy lifestyle» и «useful». Тут у нас, конечно, выйдет на первую очередь «healthy lifestyle». Ну и, конечно, «TV» тоже может быть «useful». Ну, а теперь мы прошли с вами все этапы и попробуем построить наш ответ с опорой на все ранее полученные знания. Итак, «now I would like to give a talk about TV». Переходим к первому аспекту. Видим, что от нас требуется сказать про фильмы и программы, которые мы любим и не любим. Не забываем про слова-связки. Выбираем правильно, и у нас получается самое простое, что мы можем быстро сказать. «As for me, I like films about love and programs about sport, and I don't like films about the police and news programs». Хочу обратить здесь ваше внимание, что эти темы я выбрала специально не для того, чтобы обратить ваше внимание, что эти программы интересны или неинтересны, что вы их любите или не любите. Я хотела вам показать, что даже минимальный запас лексического материала и грамматического позволяет нам правильно построить, выразить мысль свою согласно заданию. Переходим ко второму аспекту. И понимаем, что нам нужно сказать о любимых программах. Мы видим задание слова «why» и сразу мотивируем. Переходим к третьему пункту. И понимаем, что нам нужно сказать, сколько времени проводим перед телевизором. Здесь мы можем даже обыграть с вами «hours a week», потому что на самом деле быстро сообразить невозможно. Потому мы можем сказать Аспекты кончились, мы подводим итог. Finally, I would like to say that TV is great. Вот, собственно, и весь ответ. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что полученная информация была вам полезна. Вы увидели, как можно использовать максимально задание. Совсем его не бояться. И при этом построить ответ, который бы соответствовал всем критериям задания. Хочу пожелать вам удачи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok